Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем говорить о нарушениях мышления. Сегодня мы продолжаем говорить про бред. Что такое бред в целом? Мы рассказали в предыдущем нашем видео. Здесь будет подсказка, наверное, на это видео. Но в целом бред, бредовые идеи, они характеризуются устойчивостью и невозможностью разубедить поглощением всей личности пациента, вовлеченностью. И сегодня мы говорим о бреде депрессивном. И самая первая концепция депрессивного бреда – это бред самоуничижения. Это убежденность человека в том, что он никудышный, никчемный человек, который только отягчает существование своих близких, его лучше бы не существовало. Ну, это такой вот комплекс неполноценности, возведенный в абсолют. Да, то есть я как раз и хотел сказать, что это не обязательно просто, скажем, неуверенность в себе или комплекс неполноценности. С комплексом неполноценности, неуверенность в себе вполне можно жить нормально. Да. А здесь эта идея, она настолько поглощает человека, что он больше ни о чем думать не может. Ему кажется, что внутри него нет ни одной нормальной идеи, ни одного хорошего действия какого-то. И все окружающее как бы подтверждает ему это. Да, ничего хорошего в нем нет абсолютно. Он как будто такой весь несостоятельный со всех сторон. Однозначно плохой человек. И близко к этому идут идеи самообвинения, когда какие-то вещи, происходящие в жизни, они трактуются в пользу той теории, что это я в этом виноват. То есть, что-то произошло, скажем, какая-то неприятность неудачная. Ну, я по-любому в этом виноват. Все из-за меня. И депрессивный бред, вот такой идеи самоуничижения, самообвинения, они, понятно, бывают у больных депрессией. И у, скажем, у стариков, у пожилых людей, инволюционных депрессий. Бывают довольно тяжелые, когда ты видишь вот этого старичка, который переживает, что он для всех обуза, что он весь из себя никакой, здоровья у него уже нету, и всех он тянет, и все из-за него. Или, скажем, человек более молодого возраста, скажем, кризиса среднего возраста, в течение которого тоже будет депрессивное расстройство, он считает, что он чего-то не додал своим детям, где-то не доработал на работе. Или вот эти идеи самообвинения, они могут быть настолько, скажем, мегаломоничные, мы где-то уже, по-моему, озвучивали этот термин, что ему кажется, что все неудачи мира, все трагедии мира происходят из-за него, как я слышал как-то. Один человек говорил, что, слушай, ну, там случилась авиакатастрофа какая-то, и эта женщина говорит, это из-за меня упал самолет. Стой, говорю, подожди. Ты что за рулем? Пилот, ты рулил, за штурвалом сидел. Она, нет, говорит, ровно где-то два или три дня назад я подумал, что тут давно самолеты не падали. И тут на тебе, и, соответственно, она сворачивает это все. Или люди начинают обвинять себя в стихийных бедствиях, считая, например, что идеи материальны, и идеи материализуются, и я когда-то проклинала весь мир из-за чего-то. И тут на тебе цунами или коронавирус напал. Это опять же из-за меня, хотя я не ел ту самую летучую мышь. Да, в крайних проявлениях, опять же, у пожилых людей такой бред самоуничижения, самообвинения может достигать масштабов нигилистического бреда, бреда Катара, синдром Катара. Это такой бред гибели мира, когда человек начинает говорить, что этот мир уже давно прогнил, и он уже просто рассыпается, и это только дураки не видят. То же самое касается моего тела, например. Потому что сколько раз я встречал у стариков такие высказывания, что на самом деле я внутри уже давно мертв, я уже гнилой совсем, у меня желудка нет, у меня легких нет. И как же нет? Ну, это бесполезно разубеждать. Но вот, в общем, есть такое ощущение, что действительно ничего нет. И есть еще такой депрессивный бред ипохондрический. Ипохондрический бред, что я болею, и это навсегда, и вообще ничего не поможет. Он такой депрессивный, да, потом... Ну, соответственно, человек ищет у себя, как правило, либо психическую, либо физическую патологию. Найти ее однозначно не получается, потому что он приходит к докторам, доктора визуализируют и видят, что ничего, собственно, не происходит с организмом. Он говорит, значит, плохо смотрят, плохие доктора. Либо, например, говорят, что... Не говорят мне правду, потому что там действительно все очень серьезно. И мышление человека, как правило, при депрессивном бреде крайне замедлено, что входит вообще в симптомы комплекс депрессии. И вот этот вот феномен мыслительной жвачки, когда внутри... Мы говорили о нем тоже в одном из видео, да, когда человек обдумывает одно и то же, и даже если вокруг него с бубном пляшут стендаперы, он не может из этого вылезти. Фактически. Да, он весь в рефлексии погрязший, да. И есть еще такой вид депрессивного бреда, который встречается и при шизофрении, и не только. Это дизморфоманический бред. Скажем, дизморфоманический бред – это что такое? Это когда человека не устраивает либо все его тело там целиком, что-то ему не нравится, либо какая-то отдельная часть. И понятно, что, наверное, многие с подобной вещью сталкивались в подростковом периоде, где, когда человек недоволен своим телом, тут я какой-то весь нескладный. Грудь какая-то впала, я тут хорбик, еще что-то. И тут у меня прыщи, и вообще какой-то я весь не такой. Да, но действительно... В детском возрасте это норма. Это норма, да. А действительно масштаба бреда это достигает у таких людей, которые вдруг смотрят в зеркало, и какой-то у него глаз левый не такой, вот какой должен быть. И срочно в связи с этим надо его удалить, например. И вот в этом и есть опасность дизморфоманического бреда. Я сталкивался с такого рода патологией, когда человек действительно выкалывал себе глаз заточенной ложкой. Или молодой человек отрезал себе левое яичко, которое анатомически должно быть ниже правого, а он считал, что что-то не так, и, соответственно, сам... Здесь всем известна история Ван Гога, который отрезал себе ухо. Вот ухо Ван Гога, дизморфоманический бред. Опасный, действительно, самоповреждающий такой. И такие люди становятся часто клиентами пластических хирургов, бесконечно улучшая какую-то свою часть тела. Они приходят и говорят, нос не тот. Ему делают нос. Он говорит, либо сделали недостаточно хорошо, либо уже нос окей, но теперь скулы не те. Щека не та, да. И опасность депрессивного бреда в том, что, к сожалению, окружающие люди могут не понимать всей глубины этого бреда и фактически игнорировать эту историю. Говорят, что да ладно, успокойся, пойди, пройдись, сходи на дискотеку, выпей. Да, обесценивай таким образом. Но так не работает. Во-первых, это так не работает. Во-вторых, именно вот такого рода советы у людей с истинно депрессивным бредом вызывают новую бурю эмоций, которая может вызвать самоповреждающее поведение. Это самоопасность. И очень многие люди, я думаю, ты тоже сталкивался с депрессивным бредом, наносят себе повреждения. То есть, я не достоин ничего. И сигаретой себе, например, какой-то ожог или какую-то самопоязнь и так далее. Ну, это еще в лучшем виде. А то и попытка самоубийства. Ну, и не дай бог попытка самоубийства. Дизморфоманический бред, да, может быть, важно про это упомянуть, что он встречается, например, у больных анорексии. Да. Да, которые видят объективно там какую-то картину в зеркале, но видят ее искаженно. Они видят ее как раз-таки необъективно. Им кажется, что они еще недостаточно худые, и они уже совсем кости торчат у бедолаг, и все-таки еще толстые. А самый идеал, да, это когда ты, ну, в общем, когда тебя ветром сдувает, и желательно ты нисколько не весишь. Идеал – ноль килограмм. Вот такой идеал. К сожалению, люди не могут весить ноль килограмма, умирают быстрее. Вот, да. Ну, что? Вот такой вот он какой-то грустный, тяжелый, растянутый депрессивный бред. Депрессивный бред. В следующий раз будет веселее, потому что мы будем говорить про бред величия. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok